Это все обсудим и прямо сейчас смотрим прямую трансляцию из парламента Британии, где вот британские депутаты, парламентарии приветствуют нашего президента Владимира Зеленского. Сегодня он впервые прибыл в Великобританию с началом полумасштабного вторжения России в Украину. Давайте послушаем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Это отметит, что сегодня Владимир Зеленский после визита и прибытия на территории Великобритании заявил, что Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня он в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министр Ириши Сунака за его лидерскую позицию. Сейчас тоже слова благодарности слышит и наш президент Владимир Зеленский. Да, и спикер британского парламента сейчас отмечает, как сильно вырос уровень взаимоотношений между нашими странами, между Великобританией и Украиной, и говорит, насколько это важно сейчас для всех стран, для Украины в первую очередь, для Восточной Европы, в целом для Европы, на фоне страшной агрессии, которую принесла с собой Россия и война, развязанная Путиным, против нашей страны. Очень важное замечание от спикера, он говорит, не Украина начала эту войну. Не Украина хотела напасть и развязать эту варварскую страшную войну. Спикер парламента говорит, как огромную цену платят украинские граждане, наша страна, отстаивая свою свободу и независимость в борьбе с путинской агрессией. Спикер говорит, опять же, о тесных контактах, о поддержке нашей страны, о визите первой леди Елены Зеленской в Великобритании, о том, насколько важно все вместе противостоять российской агрессии. И снова слова благодарности и восхищения людям Украины за смелость, за мужество, за силу, с которой украинский народ противостоит путинской войне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спикер говорит о стойкости и несокрушимости украинского народа. Весь мир смотрит на Украину, на граждан нашей страны, восхищается смелостью наших граждан. Говорит о единстве наших стран. Слава Украине! Слава Украине! И приглашается к трибуне президент Украины Владимир Зеленский. Под аплодисменты парламентариев Великобритании. Зал приветствует нашего президента СТОРа. Спасибо большое! Спасибо. Слава Украине! Слава Украине! Все люди из Европы и Счера. Из Великобритания и Сотомы. Все они украшают создания до неизвестных людей. Пока Европа пришла в создание. Я пришел сюда и принято посетушу. Поднями простыми. Украинский президент поблагодарил Всех присутствующих в зале, поблагодарил великий народ Великобритании, всех граждан Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса, и говорит, что обращается ко всем со словами благодарности, ко всем от имени народа Украины, от имени солдат, артиллеристов, танкистов, летчиков, которые каждую минуту, каждый час, каждый день, каждую ночь неустанно защищают свободу, независимость и демократию в нашей стране и в целом на Европейском Франции. Да, он к спикеру обратился, что мы встречались с вами в прошлом году, и мы тогда с вами пили чай. И теперь обращается к господину премьер-министру Риша Сунаку. Он сказал, что во время той встречи он расскажет историю, что он почувствовал. Респект, Роял Хайнессы, William and Catherine, and Lockingham Palace, and aircraft carrier of the Royal Navy, the Westminster, of course, Downing Street, and of course, the war rooms. And there is an armchair in the war room, the famous Churchill's armchair, and a guide smiled and offered me to sit down on this armchair from which war orders on this armchair from which war orders had been given. And he asked me, how did I feel? And I said that I suddenly felt something. But it is only now that I know what the feeling was, and all Ukrainians know it perfectly well, too. It is the feeling of how bravery takes you through the most unimaginable hardships to finally reward you with victory. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, I thank you for your bravery. Thank you very much from all of us. Yes, please. Владимир Зеленский говорит, как он признателен всем, каждому лично за эту поддержку нашей страны, каждого украинца. Лондон победил и поддерживал Киев с первого дня, с первых секунд этого вторжения, этой масштабной войны. И Великобритания протянула нам руку помощи. И тогда еще не весь мир, по сути, понимал, что происходит благодарить сейчас Бориса Джонсона. И именно вы помогли нам объединить всех нас тогда, когда оказалось это, что это вообще невозможно, говорит Владимир Зеленский. Вы все проявили характер, свою позицию, показали свой сильный британский характер. И вы не поставили под угрозу и не отказались от своих идеалов. Спасибо вам большое. Все сейчас осознают, что наши страны прошли через многое. И борьба во время Второй мировой войны, кризисы, которые последовали после этого, инфляция, социальные потери, победы. Было непросто. Но мы всегда находили силы идти вперед. Именно на этом базируемся мы как нация, как украинцы, так и британцы, говорит Владимир Зеленский. Повторяю это о том, что мы прошли через очень многое, и у нас с вами много историй, много событий, печальных за плечами. И зло всегда проигрывало. На этом делает акцент Владимир Зеленский. Зло проиграло. И по сути, мы всегда будем выходить победителями в этой борьбе. Именно на этом основаны и традиции украинцев, и традиции жителей Великобритании. Горизонт никогда не бывает чистым. Мы побеждаем одно зло, другое зло. Тут же пытаются поднять руку на добро, но... Но сейчас мы понимаем, да, что добро победит всегда зло. Свобода победит. Мы знаем, что Россия проиграет, говорит Владимир Зеленский. Владимир Зеленский говорит, что наша победа изменит мир. Эта победа давно необходима всему миру. И Великобритания сейчас борется вместе с нами, чтобы победить концепцию войны. И после того, как мы победим, каждый агрессор будет знать, что его ждет, если он нарушит международное законодательство. Любой агрессор поймет, что он обязательно проиграет. Владимир Зеленский говорит, что мы уже достигли невероятных результатов. И будем прикладывать другие усилия, чтобы эти победы стали фундаментом будущей архитектуры безопасности нашего мира. Говорит об украинской храбрости. Владимир Зеленский говорит о странах, которые помогают нашей стране в этой борьбе, о Великобритании, о Соединенных Штатах Америки. Чтобы была создана очень правильная и сильная коалиция друзей. И эта же коалиция должна существовать и в будущем, после нашей общей победы, чтобы стоять на защите свободы, демократии во всем цивилизованном мире. Ну и также Владимир Зеленский говорит, что нужно думать наперед о том, как предотвращать агрессию в самых ее зародышах, как применять превентивные меры правильно, чтобы агрессия не произрастала. И Владимир Зеленский благодарит наших союзников, Великобританию, за предоставленное вооружение, за дживелины, за системы ПВО, прочее вооружение, которое каждый день помогает сохранять жизни украинцев, детей, женщин, всех мирных граждан нашей страны. Сейчас Владимир Зеленский говорит о важности санкций, о том, что была введена и заработала мощная коалиция санкций, стран, которые разрабатывают и принимают эти санкции. И наш президент говорит о том, что эти санкции будут и дальше применяться и внедряться в жизнь, пока Россия не прекратит эту войну. И эта же коалиция, коалиция санкций должна будет работать и над защитой, и сохранением прав людей, прав человека. И тот, кто породил агрессию, он должен заплатить за эту агрессию, компенсировать все убытки. Террор, агрессия и другие формы насилия, говорит Владимир Зеленский. Это все преступления, за которые должно последовать наказание. Также мы разрабатываем вместе сейчас механизм компенсации за счет активов Российской Федерации. Напомним, они заморожены были сначала полномасштабного вторжения Российской Федерации. На определенных принципах Украина предложила формулу мира, и Великобритания поддержала нас. И за это лично поблагодарил премьера Британии Риша Сунака Владимир Зеленский. Как сейчас Владимир Зеленский говорит об украинских солдатах, которые проходят сейчас обучение Великобритании, в частности, обучение управления танками Челленджер. И снова Владимир Зеленский благодарит за это, за такую возможность Риша Сунака, и говорит, насколько это важно и необходимо, актуально сейчас для победы нашей страны. И говорит о необходимости предоставления нам дальнобойных ракет, которые позволят выгнать с нашей территории врага. Потому что это вооружение, дальнобойные ракеты, позволят уничтожать врага, его логистические центры сосредоточения личного состава глубоко в тылу на наших временно оккупированных территориях. Он говорит, насколько все это важно для глобального мира в целом, мира, который должен уметь реагировать на подобные проявления агрессии. Мира, который до этой войны всегда следовал всем договорам и должен обязательно следовать и придерживаться всех договоров. Владимир Зеленский сейчас говорит о членстве России и ООН, которая постоянно злоупотребляет своим правом вето и не позволяет миру должным образом реагировать на российскую агрессию. Но, опять же, Владимир Зеленский говорит, что зло еще не побеждено, и сейчас продолжается борьба. Мы знаем, что мы почувствуем тот самый день победы, говорит Владимир Зеленский, и каждый день сейчас мы продолжаем платить за это жизнями, болью, слезами. Мы приближаем эту победу, жертвуя жизнями наших людей, наших военных, наших героев, говорит Владимир Зеленский. И говорит, что в этих боях мы теряем героев. Сейчас одни герои идут на эти жертвы для того, чтобы спасти жизни наших гражданских людей. И сегодня он, Владимир Зеленский говорит, что, имея честь, будет встреченным королем Чарльзом Третьим. Сегодня состоится эта встреча. И от имени всех украинцев он сможет поблагодарить короля Чарльза Третьего за всю поддержку, которую Его Величество оказывает и оказывает. И оказывал эту помощь, когда был еще принцем королевским. И он бы хотел сказать ему еще что-то очень-очень важное, что является важным не только для Украины, но и для Великобритании. Он говорит о том, что Чарльз Третьим является пилотом восточных сил. Наш президент сказал, что для нас каждый украинский летчик сейчас король. И ему аплодировал весь зал. Для нас, подчеркнул наш президент, для каждого жителя Украины, наш летчик король. Каждый наш летчик настоящий герой и король. А мы, говорит Владимир Зеленский, мы слуги. И делаем все возможное и невозможное, чтобы мир поддержал нас, Украину, и поддержал нам, и дал нам современные самолеты. Чтобы наши летчики, наши короли смогли защитить нас, наше небо и нашу страну. Владимир Зеленский попросил от его имени передать господину спикеру подарок. Это шлем, шлем летчика, шлем украинского летчика. Владимир Зеленский объясняет. Он говорит, что это настоящий шлем украинского летчика. И здесь надпись на шлеме, где сказано, у нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы мы могли ее защитить. И здесь написано на шлеме украинского летчика. Владимир Зеленский высказывает надежду, что это, а именно предоставление нам авиации, будет следующим этапом. В работе нашей коалиции. Наш президент говорит, насколько необходимы самолеты сейчас для украинской армии. Это крылья для нашей свободы. Владимир Зеленский говорит, что Украина сейчас противостоит врагу, который хочет отобрать наши ценности, нашу свободу, нашу независимость, нашу демократию, наше право выбора. И использует свою агрессию, чтобы сломить нашу волю и сломить нашу жизнь. Владимир Зеленский говорит, что у нашей стороны, у наших людей уже есть опыт этой борьбы. Борьбы за свободу, борьбы за свободу со злом, которая хочет поломать нашу жизнь. Владимир Зеленский также делает акцент на том, что светлая сторона человека будет побеждать и дальше зло, потому что это очень важно. Он вновь говорит о признании и признательности и поддержке Великобритании в этой борьбе против российской агрессии. И он благодарит за вкусный английский чай. Нет, Владимир Зеленский вспомнил, что два года назад, покидая кабинет спикера парламента, он благодарил его за вкусный английский чай. А сейчас, он говорит, что покидая стены парламента, я хотел бы вас заранее поблагодарить за мощную военную поддержку, снова намекая на самолеты. Боже храни короля, сказал Владимир Зеленский и добавил слава Украине. Снова аплодисменты. Я хочу отметить, что вся эта речь, которая продолжалась полчаса, ровно полчаса выступал президент Украины Владимир Зеленский перед британскими парламентариями, перед элитой этой прекрасной страны. И все это время его слушали стоя, в том числе и нынешний премьер-министр Великобритании Риши Сунак, и его предшественник Борис Джонсон, аплодисменты постоянно прерывали речь нашего президента. Так, и сейчас слово взял следующий спикер. Что ж.